В форуме приняли участие главы 600 компаний со всего мира, больше 5000 участников, представители политических и деловых кругов, делегации из разных стран мира и практически всех регионов России. В том числе и делегация Краснодарского края. Ее возглавил Александр Ткачев. Главным событием стало пленарное заседание, на котором президент сделал ряд заявлений, в частности, предложил объединить арбитражные и Верховные суды России. Говоря о деловом климате в стране, президент призвал сделать более доступными банковские кредиты для малого и среднего бизнеса. Президент также отметил, что в конечном счете все инвестиционные проекты должны отразиться на развитии социальной сферы страны. Мы реализуем целый проект по сбережению нации, инвестируем ресурсов человека в его развитие. Особое внимание уделяем программам в сфере демографии и здравоохранения. Серьезно совершенствуем социальную сферу и все уровни образования, в том числе профессиональное образование. Мы видим демографические вызовы в ближайших лет. Но главное, мы понимаем, что социальное измерение экономики будет играть все более весомую роль. И потому абстрактные цифры валового внутреннего продукта и промышленного роста при всей их важности не могут быть целью, конечной целью нашей политики. Нам нужны реальные перемены в жизни каждого конкретного человека, каждой семьи. На пленарном заседании много говорили об инвестициях. Тема близкая для Кубани. Именно на это направление развития в последние годы сделал ставку Край, что помогло региону с минимальными потерями выйти из прошлого мирового кризиса. И сегодня в условиях глобального спада темпы роста экономики в Край заметно выше среднероссийских. А это позволяет инвестировать региону в социальные программы. К примеру, заработная плата в образовании на 2000 выше, чем в среднем по экономике – 23,5 тысячи рублей. В ближайшие три года власти региона будут подтягивать к этому уровню зарплату в других отраслях социальной сферы. Инвестировать намерены больше 210 миллиардов рублей. Я абсолютно убежден, что в России есть очень серьёзный потенциал, есть хорошие возможности. И я уверен, что мы выстоим, мы сможем пройти этот путь достаточно успешно, сохранить свои позиции и дальше наращивать свой капитал. Это, естественно, отразится на благосостоянии жителей нашего края, на уровне заработной платы, доходности населения. Как бы много мы ни говорили о макроэкономике, о глобальных проблемах мировых, но, прежде всего, за этим надо видеть каждого человека в отдельности. Чем человек живёт? Живёт тем, что он получает. Это его зарплата, это то, что вокруг него, это нормальная среда, это дороги, коммуникации, это транспорт, жилищно-коммунальная система и так далее, безопасность. Поэтому вот эти вопросы для нас являются первостепенными. Кризисы приходят и уходят, а жизненно остаётся, люди остаётся. Поэтому доверие людей, их уровень жизни для нас является приоритетными вопросами. И ещё одно заявление Владимира Путина, которое активно обсуждают. Президент призвал депутатов Госдумы принять в сжатые сроки проект об амнистии осуждённых за экономические преступления. По словам Путина, судимость необходимо снять с тех, кто совершил преступления в сфере предпринимательской деятельности, но был осуждён впервые, кто уже успел возместить или согласен возместить нанесённый ущерб. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.